я поросенок ну часто и не включил дополнительный захват видео но сейчас уже включена все хорошо а ну раз такая раз такой перерывчик так я еще и поздоровался так ирочка добрый вечер сергей андреевич добрый вечер юлечка добрый вечер танюшечка добрый вечер света добрый вечер и андрей николаевич добрый вечер так вот давайте произведем инвентаризацию тех посылок которые мы собственно озвучивали и вот эти базовые посылки которые были озвучены в предыдущих выпусках они критично влияют на наше поведение и мы уже посмотрели предыдущих выпусках на три шага перехода от инфантильности к зрелости также мы немного погрузились в понятие инфантильности взрослости зрелости мы посмотрели на два этапа перерастания инфантильности потом мы увидели три наиболее частых ошибки при инфантильности потом мы посмотрели на возможные истоки зрелости и отделили взрослость от зрелости потом мы посмотрели на два этапа перехода от инфантильности к зрелость через взрослость и все это мы рассмотрели в предыдущем выпуске сегодня мы движемся дальше итак мы уже имеем три ступени инфантильность взрослых и зрелость и каждому человеку собственно присущи в жизни 5 защитных реакций первая защитная реакция побег 2 спрятаться 3 атаковать чтобы разрушить четвертое помня о ранее испытанной боли начать прогнозировать приближение и опознавать на дальних подступов и формулировать альтернативы сценариев возможных последствий ну и пятая защитная реакция адаптироваться исследовать иначе сотрудничать в 99 процентах случаев срабатывает побег это первая ближайшая и самая удобная защитная реакция адреналиновая система построена именно для этого чтобы испугавшись моментально убежать и травоядное и плотоядное все сначала спасается бегством все потревоженное сначала хочет удалиться а атакует уже только от отсутствия другого выхода именно отсюда от биологических корней людям проще оставаться инфантильными чем прилагать труд к изменению это был первый шаг и второй шаг проще искать изменения своих внешних условий чем изменять свое внутреннее содержание становясь на одну альтернативу шире в меню репертуара возможных реакций оставаясь в границах существующих внешних условий то есть адаптируясь к ним и так мы имеем пять этапов защитной реакции ну или там пять видов защитных реакций так вот инфантильные люди используют регулярно три первых защитных реакций поэтому они собственно трусимы и от того агрессивны взрослые люди чаще используют четвертую защитную реакцию и отличаются друг от друга только горизонтом планируемых действий и глубиной прогнозируемых последствий от своих поступков намерений или поведения и наиболее взрослые люди проходят путь от первой защитные реакции до 4 включительно вот только зрелые люди почти сразу стартуют в этой 5 защитной реакции которая собственно имеет три составных части адаптация исследования и сотрудничество и снова инфантильность давайте пройдемся по и по ее свойствам и характеристикам по некоторым страдание возникает она возникает как реакция на то что так как она есть вот так быть не должно ну а как же должно быть вот как должно быть я не знаю но так как есть вот так быть не должно вот эта влюбленность страдания это в общем-то великая болезнь я еще называют жертвенности я еще называют придание смысла жизни как говорил великий бартран рассел в наш опасный век есть немало людей которые влюблены в несчастье и смерть и очень злятся когда надежда сбывают с получается вы хотели одно а получается не так как вы хотели в общем зрелость это по большому счету это характер реакции на отклонение есть три сорта вещей которые происходят в жизни человека первый сорт вещей которые происходят жизнь человека это че это те вещи которым человек максимально благоволит и ходишь чтобы они с ним случались второй сорт вещей которые происходят в жизни человека, это вещи, которые человек активно избегает. И третий сорт вещей, которые происходят в жизни человека, это вещи, которые человек еще не придумал. Он не придумал точное название. Зачем они ему нужны? Нужны ли они ему вообще? И поэтому он к ним относится достаточно индифферентно. Первый сорт вещей это что-то вроде, что Бог должен обеспечить, чтобы с человеком эти приятные ему вещи происходили. Второй сорт вещей это когда вроде того что вот не надо грешить всякие там знаки на пике и бумеранги воздаяния все это вот этого сорта и третий вид вещей это что-то вроде того что вне границ пользы и удовольствия вреда и боли двое вещи уже не имеют решающего значения собственно инфантил взрослый и зрелый это и есть способы реакции на 1 2 и 3 сорт вещей инфантильность это не трагедия это просто заученная до рефлекторного или инстинктивного состояния реакция на на бездну ответственность за содеянное рождает главный первый шаг отшатнуться набрать дистанцию в идеале сбежать то есть не обязательно что человек имел изначально какие-то дурные намерения но если произошло что-то нехорошее человек естественным образом хочет обрести эту зону недосягаемости для проблем собственно инфантильность это поиск той зоны в которой можно делать все а тебе за это ничего не будет инфантильность это место воплощения сладких желаний без последствий для делателя этих действий самая притягательная форма инфантилизма инфантил не определился вечно выбирающий вечно подающий надежды вечный принц ну или там вечная принцесса вечно не сложивший себе цены боящийся продешевить или переплатить это и есть тот кого поглотила инфантильность их еще называют пытаются пропетлять теперь инфантильности любовь чаще всего это поиск матери вступить с которой близость нельзя потому что это инцест и табу так что получается любовь оправдывает все но что такое любовь это страсть это забота это нежность если стоит задача оправдать себя это будет сделано в любом случае если бы те же силы энергии умения действовать были бы применены к решению задачи или проблемы а не к оправданию себя из за избегание проблем проблем и уже бы давным давно мы были бы решены избегающие оправдывающие поведение теперь следующая идея идея чистого листа и инфантильность идея дна идея начать с нуля это частный случай идеи начать с понедельника с первого числа с нового года идея скомкать листом или вырвать из тетради страниц это и есть наивная идея о том что некая чистая страница гарантированно подарит безошибочность взрослость не боится ошибок а инфантильность корить себя за ошибки все комплексы отличника а также все комплексы самозванцев это собственно инфантильность кстати здесь же располагается идея дна идея дна это частный случай идеи начала с чистого листа мол я опущусь до дна отдышусь соберу силами уже как стартану как стартану что другим мало не покажется все еще знают обо мне я им всем докажу живо предание теперь инфантильность в отношениях инфантильность во взоре к другому человеку которого хочется а именно надежды на лучшее с ним так вот они сопровождаются низким параметрам здравого смысла низким параметрам спокойной оценки уже изначально имеющихся недостатков человека он с ними пришел в отношения низким параметрам критичности восприятия человека и высоким параметрам ожиданий от человека а значит и отношения к нему и низким параметрам рациональных целей которые принимают во внимание возможное имеющиеся наличие инфантильная идея в отношениях это взять такое нечто недоделанное а потом его доделать с собой сделать сможет и не изменить жизнь но изменившаяся жизнь может проводить зрелость теперь инфантильность и отношения к окружению инфантильность это попытка использовать все внешнее как инструмент для решения своих проблем как инструмент избегания боли как инструмент получения удовольствия в идеале сделал выбросил забыл и потом не морочишь себя ничем никакими последствиями то есть инфантильность не усматривает ничего с точки зрения негативных сторон ожидаемых для себя положительных результатов для инфантильности обычно добро приходит без зла польза приходит без вреда а удовольствие без боли и позитив без негатива то есть инфантильность это попытка не замечать того что принесет с собой радость и счастье и решив одну проблему человек погружается в еще больше и тогда им уже не счесть числа но на этапе прогноза своих действий человек говорит я хотел как лучше стратегия защиты инфантильности самой себя главная идея инфантильности заключается в том что зрелость не несет никаких существенных преимуществ и это сущая правда это правда с точки зрения инфантильности зрелость это просто другое фазовое состояние а мостом между инфантильностью и зрелостью собственно служит взрослых так вот для инфантильности нет ни одного преимущества зрелости и этому есть ряд светских причин во первых инфантильность тогда сразу утратит свое право доминирования на человека инфантильность это якобы радость беззаботность непосредственности веселья так инфантильность это зыбкая надежда на фарт что и в этот раз пронесет во вторых мир зрелости явно сложнее чем мир инфантильности инфантильность справедливость для себя заявляет что радовать и наслаждаться жизнью можно именуем все эти сложности зрелого мира и можно подольше оставаться в информативности чтобы якобы не утратить этой детской непосредственности любопытства к миру здесь вроде бы все равно в рассуждении все верно в рассуждениях инфантильности инзон в нефантильность ошибается оно не разделяет представления о взрослости от представления зрелости ибо для нее это одно и то же и она все лежит для нить где-то там за границами осознания И инфантильность боится сложности, как черт ладан. И в-третьих, горизонт планирования и, следовательно, горизонт последствий инфантильности не такой глубокий. То есть усмотрение проблем за горизонтом решенной проблемы – это взгляд зрелости. Но инфантильность видит в нем конечную точку своего путешествия. Проблема решена, кино снято. Для инфантильности формула счастья проста. Проблем нет – это счастье. Решение проблем – это скук. Инфантильность и, собственно, попытка увидеть свет в конце тоннеля. Инфантильность. Я чувствую, что у меня сейчас сядет батарея. И это я ее разряжаю, компьютер. И у нас может не хватить темпа. Вопрос. Будем работать до финала, она на трех процентах вырубится. Работает. Стратегия защиты в инфантильности попытка увидеть свет в конце тоннеля. Инфантильность и узнавание предлагают распознать как понимание. Инфантильность – это предположение предлагает распознавать как знание. Эти две ошибки очень сильно редактируют то, что вы видите. Если смотрите свой фильтр инфантильности. Инфантильность – это стремление к радости, минуя труд. Именно поэтому везение, фарт, удача, интуиция так ценятся инфантильностью. А еще уникальность, повторимость, неповторимость, особость. И с помощью которых можно претендовать на учет своих уникальных особенностей. Без учета результатов. То есть задача инфантильности нравится. И именно поэтому на красоту затрачивается такое огромное количество усилий. Везде, где не будет веселья, сладости и претендования на особость, не будет и инфантильности. И даже разочарование и печаль не остановят инфантильность. Но первое мнение, которое у вас сложилось, оно тоже не обязательно интуитивное. Ибо реакция несет в себе оттенок цели. И этим ничего не поделаешь. Наилучшая реакция не заинтересована. И да, пока еще первичный опыт экстраполируется как маркирующий все явления. Всю группу таких явлений. Но этого уже явно меньше. Мало. Мол, если я имею опыт, значит он исчерпывающий. И эта генерализация является наиболее спорной. Но инфантильность не хочет по этому поводу заморачиваться. И поэтому ей легче экстраполировать имеющийся опыт, обильно сдобренный мнением, на все, что связывает человека с этим событием. Предметом, человеком или процессом. И это эффект темантичности, ну или модальности. И он неизбежен. И я думаю, что на сегодня все. Потому что ляжет сейчас трансляция. Мы ее не сохраним. А надо сохранить. Поэтому так. Добрый вечер, Антон. Добрый вечер. Танюша. Добрый вечер. Олечка. Добрый вечер. Олечка другая. Очень добрый вечер. Сережка. Добрый вечер. Все. Всем добрый вечер. Субтитры сделал DimaTorzok. Добрый вечер. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok.